Всем привет, с вами Мосс. За окном бушует стройка, наверное вы это слышите, но это не помешает мне запустить на канале по просьбам трудящихся рубрику ТОП 10 бюджетных бестов, в ходе которой мы определим лучших игроков на каждую позицию с ценником не дороже 20 тысяч монет. Начнем на этот раз с нападающих и я сразу скажу, что дальнейшая судьба рубрики зависит исключительно от вашей активности, поэтому если хотите больше видосов, то обязательно поставьте лайк, напишите ваш комментарий и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Перед просмотром напомню, что спонсором этого видео является самая надежная в своей сфере компания, спортивных и кибер дисциплин в изобилии, а мой промокод Мосса придаст вам уверенности на самом старте. Всю инфу найдете в закрепленном комментарии, а теперь приятного просмотра. После какого-нибудь супер полезного обновления все может измениться миллион раз, вплоть до того, что бас-дос станет в игре лучшим нападающим. Но на день выхода этого видео работаем с тем, что имеем. В FIFA 20 решающими характеристиками для форвардов пока что являются скорость, дриблинг, статус завершения, а также звезды на слабой ноге и особых приемах. Сочетаются все эти параметры не сказал бы что часто, тем более если мы говорим про доступных по цене игроков. Второстепенные значения будут иметь еще ряд характеристик, с ними разберемся по ходу пьесы, давайте уже приступим. Десятку лучших бюджетных форвардов FIFA 20 открывает Джошуа Кинг. Уже не первый год подданной Норвегии удерживает звание весьма годного нападающего на старте игры. Формула успеха проста. Скорость, 4 звезды на финтах и хорошее завершение. Правда если поиграть за него моляться, впечатлений будет меньше, чем оно значится на бумаге. Из-за среднего дриблинга на 88 он никак не бегает, да и стилем сыгранности это особо не исправишь. Повесишь охотника, он не станет пластичнее. Повесишь снайпера, будет недостаточно быстрым. Ну и трюндель на слабой ноге заставит вас всегда помнить, что с левой на исполнение лучше даже не пробовать. Но в целом за свои монетки игрок добрый, иначе бы он вообще не прошел в этот список. Чуточку сильнее на фоне Кинга смотрится лучший в игре отечественный нападающий. По сравнению с прошлыми частями Федор немного подрастерял, но он до сих пор сочетает в себе достойную скорость, физику, четверку на финтах и габариты, которые позволяют бороться за верховые мечи и толкаться. Ну и главный плюс по сравнению с тем же Кингом, 4 звезды на слабой ноге. Да и минусы у этих ФРВ, считай, идентичны. По большому счету, главная беда со Смоловом это Лига и Нация. Считай, единственный вариант достойно его залинковать в составе, сменить позицию на ЦП и сделать треугольник с Джики и Марио Фернандесом. Остальное уже совсем компромиссы. Друзья, если не хватает золотишка на крутой состав, вам поможет Ваня Мухин. Выгодный курс, качественная доставка и главная надежность. Работаем не первый год. Ссылка в описании ролика. Взвесив все за и против, на восьмом месте оказался еще один очень похожий на Кинга и Смолова игрок. Это Кэлум Уилсон. Почти идентичный по статам, но с двумя очевидными плюсами. Во-первых, он весьма недорно играет на втором этаже и ставит корпус. Во-вторых, у него пускай на копеечку, но получше завершение. Ну и конечно же, выше он забрался в том числе благодаря Лиге и Нации. Встроить в состав легко, голы забивает исправно. Из минусов три звезды на слабой ноге, средний дриблинг и стремные характеристики передач. Это чистый ФРВ и только на этой позиции он будет хорош. Идем дальше. Седьмое место еще один небезызвестный бюджетный бестяра минувших лет, Луис Муриэль. Вот тут звезды на финтах и слабой ноге и скорость вполне себе дружат с дриблингом. Из-за этого при равном разгоне и крейсерской он оказывается быстрее и приятнее в управлении, чем все вышеописанные юниты. Единственное, что нужно точно подтягивать стилем сыгранности, это завершение. 78 по умолчанию для страйкера маловато. Ну и еще один косяк, всего 71 на выносливости. Минуты после 70, если активно использовали, полоска стамины станет неприятного желто-оранжевого цвета. Шестую позицию отдаем Алексу Тейшейре. Вот этот бразильский товарищ готов терроризировать вражеских защей все 90 минут. Эдакий классический бестяра для забеганий за спины и финтопляски. По 4 звезды на финтах и слабый, отличная скорость и дриблинг, даже с передачами у него худо-бедно прокатывает. Главный минус завершение, оно вообще худшее в этой десятке, всего 77. Так что обязательно бустим эту стату по максимуму, соответствующим стилям сыгранности и на выходе получаем годного игрока. Пятерку сильнейших открывает Анте Рэбич. Эдакая укрепленная версия Смолова из нормального чемпионата. Хорвата одинаково хорошо играет и ногами, и головой. Да, опять же есть кое-какие вопросы по дриблингу и скорости, но учитывая правильную лигу, они тут не так критичны. Всего в шаге от призеров остановился Седрик Бакамбу. Забраться выше этому монстру не дали только две вещи. Лига с чемпионатом и 3 звезды на финтах. В остальном, этот парень едва ли не лучший по сочетанию скорости, дриблинга и завершения. Крепкий, четкий, бьет с обеих ног. Просто представьте, сколько бы он стоил, играя в той же АПЛке. Ладно, если совсем докопаться, в минусы ему еще можно записать средний воркрейт в атаку. С высоким, наверное, был бы активнее, хотя по игре это вообще лично для меня проблемой не было. Эй, приятель, старый не спит ночами, снимая для вас видосы. Отблагодари его, ознакомься с закрепленным комментарием, воспользуйся промо-кодом. И ништяки получишь, и канал поддержишь. Понял? Так действуй, действуй, действуй! Почетное третье место забирает Родриго. Не сказал бы, что он сильно лучше Бакамбу. Единственное, где он выигрывает, это игра головой и качество передач. По-хорошему, испанцы, как и Рэббича, сюда протащили Лига и Нация. С другой стороны, это действительно сбалансированный игрок, который умеет на поле почти все. Главное помнить про три звезды на слабой ноге, и не пытаться исполнять всякие канделябры с неродной правой. Второе место забирается отечественник Родриго, который благодаря смене позиций врывается в рейтинг бестов и сразу забирает серебро. Вот этот трудяга, если брать жизненно важные характеристики вообще без слабых мест. Да, игра головой и толкотня вряд ли его стихия, но, как я уже говорил, в FIFA 20, которую мы имеем сейчас, это не играет решающие роли. А в остальном он воистину хорош и способен сыграть, считай, на любой позиции в атаке. Барабанная дробь, занавес, но вряд ли сюрприз. Любитель класть сумасшедшие штрафные и задыкать после этого свои копченые уши. Выше Моралеса он оказался не случайно. Лучшие дальние удары, самые точные из этого списка передачи и, конечно же, 5 звезд на особых приемах. Как чистый ФРВ он вряд ли заслуживает золота, но это игрок, который не будет слабым звеном даже в довольно дорогом составе. Из доступных по прайсу ребят, Memphis Depay лучшее, что можно прикупить на старте. Лишим на него меткий глаз, помним про 3 звезды на слабой ноге и спокойно забываем обо всем остальном. Вряд ли он даст повод разочароваться в себе. Потолком цены в этой рубрике, напомню, являются 20 тысяч монет, поэтому несколько очень годных и, ну, относительно недорогих игроков попросту не попали в этот список, потому что они пока что дороже тот же самый там и Ньяки Вильямс, Луиза и еще несколько ребят. Так что, если вы смотрите это видео не 1 октября или там не спустя неделю, то ситуация могла измениться, заранее, сори. Но мне очень интересно услышать, кого я все же незаслуженно включил в этот список, а кого, наоборот, стоило бы добавить. Поэтому обязательно напишите ваше мнение в комментариях, не забудьте врубить Лукус и на моей соцсети тоже подписывайтесь в первую очередь на Инстаграм. Все ссылки будут в описании ролика. Всем пока, с вами был Моз, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok